У вас неистовый продакшен. Она была болезненно бежевого цвета. Он очень классный и он гораздо круче, чем я. Классная концертная звезда. Ты тоже пошел по этому пути. Там что-то наяривал. Сцена первая, дубль первый. Интересный. Всем крафт-рок, друзья. У нас сегодня в гостях экс-барабанщик группы Панацея и Нектарый Яд Андрей Плотников. Здорово, Андрюк. Привет. Как дела твои? Да ничего вроде хорошо. Как дорога? Как до нас добрался? Немножечко не без проблемочек, но сойдет. Просто Андрей больше не живет в Серпухове. И никогда не жил. Как ты стал барабанщиком? Мы, кстати, настроены на лонг-стори. Прям вот. Она интересная, но долгая. Ну давай. Это интересная история. На дворе далекий уже 2008 год. Я школьник протвинской школы. Заканчиваю 10 класс. И я начинающий гитарист. Глубоко начинающий гитарист. Чтобы ты понимал, насколько глубоко мы тогда спрашивали друг у друга, ну ты на ритм-гитаре играешь или на соло-гитаре играешь? В общем, я купил себе соло-гитару. У меня был китайский страт, и я постоянно участвовал активно в какой-то деятельности в школе. Всякие концерты, пляски, вот это вот все, что нужно. И заодно заведовал коморкой. Мы готовили очередной какой-то капустник. Я был с гитаркой, и на своем гитарном процессоре Zoom включал драм-машину, суперровную, роботизированную, и мы под нее делали какую-то вот штуку. Вот, и чувствую, вот есть сушняк какой-то. Вот прям, ну супер сухо все это. И непонятно, что с этим делать. И за два дня до того, как мы делаем этот концерт, в моей коморке, которую я заправляю, появляется вдруг ударная установка. Просто из ниоткуда. Бабах, ударная установка, комбари, что-то там еще, какой-то пульт здоровый. Это все какая-то неведомая для меня техника. Я такой, вау. И вдруг там появляется установка. Я начинаю расспрашивать, раскидывать, что да как. Так, оказывается, что в нашу школу из гаража перебрались наши выпускники и договорились, что они в актовом зале по выходным, когда нет уже уроков, будут репетировать. И это аппаратура их. И это их аппаратура. Я спросил, а можно воспользоваться ударной установкой? Это так интересно. Мне сказали, да, да, конечно, супер, класс. И я собираю эту чехословацкую амати из палок. Опять эта амати, она нас преследует. Она, она, да. Какого цвета она была? Она была болезненно бежевого цвета. Ты знаешь этот цвет амати. Ну, чаще мы про зеленую амати тут слышим. Может, она была зеленой, она выцвела в гараже, я не знаю. В общем, это реликтовый полутруп у установки. Я ее собираю как умею, ну, то есть как вижу, как могу, что-то смотрю, гуглю, подсматриваю истории, примерно представляю, как можно на этом играть. Ты не поверишь, я делаю вот такой сетап из амати. Сразу, интуитивно. Я потом только увидел, что так действительно делают. Я просто поставил райд там, где я видел, что это должно быть, и понял, а что-то ручки коротковат. Я до райда просто ничем не могу дотянуться. И я снял отсюда правую альтуху. Я сделал какой-то неведомый франкенштейн из... Там не было журавлей, но из чего-то вот этот вот... Вот этот вот холдер я приделал в стойку, что-то как-то придвинул к себе райд и поместил его сюда. И практически с тех пор без изменений я играю вот на таком сетапе. Я играю точно на таком же. Я вижу. А к нему пришли постепенно все. Ну, потому что правда классно и удобно, когда у тебя райд под рукой. А альтов-то столько особо и не нужно, если ты не в Dream Theater играешь, наверное. Я поставил эту установку, и через два дня мы отыграли концертик с живой ударкой. То есть... То есть ты играл уже на барабанах. Да, мы сделали пару номерочков. Я элементарные биты как бы схватил и сыграл. Все бы как бы шло ничего, но случается октябрь месяц, день моего рождения. Я топаю с каких-то дополнительных уроков из школы домой. И мне на телефон раздается звонок с неизвестного номера. Ну, мало ли кто в день рождения звонит с неизвестного номера. Я беру с улыбкой, думаю, сейчас поздравят. Да, да, да. А там совершенно грубый незнакомый голос, без всякого привет, спрашивает, это ты нашу установку брал? Я, конечно, присел на месте, я опешил. Оказалось, что этим ребятам не сообщили, что я пользовался этим стаффом. И у них возникло небольшое непонимание этого момента. Вот. Они решили это прояснить звонком на телефон. Но буквально через полминуты интонация как-то сменилась на более мягкую. И они пригласили меня на свою репетицию. Я моментально, конечно же, да-да, разворачиваюсь. Это, боже, лучший подарок на день рождения. Вот, действительно. Я разворачиваюсь, бегу обратно в школу. Ребята там разворачиваются, начинают играть. Это реальный такой гаражный коллектив, играющий русский рок, свой авторский материал. Это для меня что-то прям, ну, на тот момент неведомое. Мы там каверочки на Nothing Elsewhere сделали. То есть тебя туда пригласили барабанщиком? Или как? Ты прям проинтуичил и забежал вперед. У них есть барабанщик. Они играют полноценно весь материал. Я смотрю на это и думаю, вау, класс. Потом они, отыгрывая несколько песен, говорят, ты, мелкий, слушай. А это как бы студенты первого или второго курса. То есть они, ну, постарше на 3-4 года меня. И они говорят, вот у нас есть Андрюха, барабанщик наш. Дело в том, что, ну, год 3 он упорно занимается. Ходил каждый день в гараж, там, что-то вот-вот там наяривал. А ты за страниц сел и за 2 дня изобразил примерно то же самое или что-то получше. Давай с нами барабанить. А Андрюха такой, да-да-да, я с радостью там за пультом посижу. Мне это даже больше нравится. Вот так абсолютно без конфликта. Это, простите, какой-то куколт получается. Получается как-то так. Я так становлюсь за 2 дня барабанщиком в действующей группе, которая играет довольно быстрый русский рок. Какой-то элементарный материал, но как бы нужно быть уже техничным, скоростным. Тот самый грубый голос, который меня тогда оборвал и позвал на свою репетицию, это Алексей Чибисов, с которым мы общаемся и по сей день, который через годик с небольшим перебрался в серпуховские коллективы, в числе которых потом была панацея и перетащил потом и меня. Как ваш этот коллектив назывался в итоге? Назывался этот доморощенный коллектив «Левитан», потому что был Леша, Виталик и Андрей. Получается, ты Андрей заменил другого Андрея. Да, я Андрея заменил. Не пришлось даже менять название группы. Это было очень удобно, да. Это было очень удобно. Что было дальше с этим коллективом? Этот коллектив просуществовал, наверное, года полтора в таком составе. К нам присоединился очень классный басист, который приехал к нам из Томска работать в Институт физики высоких энергий в Портвино. Взрослый мужик с семьей. И мы играли в одном коллективе. Это было очень классно. Мы были не из того рады заполучить этого бас-гитариста, потому что он умел фанк, он умел слэп, он умел джимми-рагуай, он умел очень много всего. И вообще это очень классный музыкальный человек. Огромное спасибо Ване, что он появился. И наша ритм-секция начала становиться похожей на что-то очень серьёзное. У тебя все твои умения шли на интуитивном понятии? Абсолютно. Я настолько барабанщик на шару. Очень интуитивно ко мне всегда всё приходило. Я играл прямые абсолютно ритмы. И в какой-то момент, сидя на уроке в 11 классе, у меня в голове играет какая-то из песен группы «Пилот», которую я слушал в тот момент. И там был какой-то рассинхрон попеременный, как в какие-то слабые доли в синкопы, играл малый барабан. Я думаю, а как это сделано? Сижу на уроке биографии и понимаю вдруг, как это сделано. И всё. И вот через такие маленькие революции на шару понять по слуху, как что снять, как что сыграть, вот всё это и происходило. Я очень не про технику. Я никогда не про технику. Мне не хватало никогда усидчивости заниматься, играть. Все достижения слабенькие, которые есть, они чисто за счёт понимания, интуитивного понимания и расстановки этого в голове. А как же гитара? То же самое? С гитарой всё было немножечко более академично. Вообще музыкой я занимаюсь с младшей школы. Я довольно случайным образом попал в музыкалку, а потом все ребята, которые меня туда затащили, разбежались. А я стал уверен и целиком закончил класс домры. Семь лет учился на домре, поэтому умел в целом. Была музыкальная школа, у меня было общее фортепиано в ней, поэтому какой-то мультиинструментализм, он изначально был заложен. Может быть поэтому как-то с общей музыкальностью было попроще. А гитара пришла по собственной инициативе, захотелось играть те песни, которые я слушаю, просто попытаться их воспроизвести. После того, как ты был в первом своём коллективе и понял, что ты интуитивно хорошо играешь, не было ли желания как бы это всё-таки с техничной стороны развиваться, там может быть рисунки изучать? Конечно, это всё приходило как-то само собой, довольно органичным образом. Мы старались вклеивать в песни что-то новое, что где-то подслушали, где-то придумали. Какие-то интересные, более интересные рисунки, нежели прямые. Освоить жизнь обеими руками на хай-хате, что-то ещё. Попробовать какие-то рассинхронные истории. Да, это всё было, мы это постепенно пробовали, по мере того, как осваивались. К большому сожалению, не у кого было поучиться такому академическому барабанному мастерству. Постоянно не хватало времени, и как-то весь рост происходил на максимуме, казалось бы, возможного. И действительно, в первые полгодика-год рост был просто какой-то феерический. Единственное, о чём я сильно жалею, конечно, что не было тогда какой-то базы по моторике. Потому что в определённый момент, естественно, я в это уперся. Мы решили сыграть каверную систему for down, и тут пришли сюрприз. Конечно же, скорости начало не хватать. Тогда что-то попробовал сделать через силу, что-то попробовал через зарождающийся тогда YouTube для себя подсмотреть. Но как-то старался заниматься, разгоняться. Казалось, что я близко к потолку, но я всё время его чуть-чуть пробиваю. Как ты понимал, что тебе пора переходить к следующему шагу? То есть к следующей ступени развития? Меня в этом плане очень классно выручал бас-гитарист Ваня, потому что он мог всегда больше, и он мог более интересную музыку. Мы с ним просто на двоих могли разобрать что-то очень интересное, что-нибудь из попсы, из джаза, что-то, что могло нас очень круто развить. То есть ты сам понимал, что тебе пора подниматься, доходить до его уровня и соответствовать ему? Он меня постоянно как бы дотягивал своим присутствием до этого уровня, точнее мне хотелось до него допрыгнуть. Ну и плюс я понимал, что горизонт ещё очень далеко, и нужно пытаться, стараться здесь, там всё. Как часто сейчас тебе выдаётся играть? Абсолютно не часто. На данный момент я не сидел за установкой, наверное, года полтора. До этого буквально пару раз я приезжал на замену в кавер-бэнд, и до этого ещё год не играл. У меня было пару учеников, и это нельзя назвать практикой самостоятельной. Я как бы давал какие-то базы, и то, чем я владею, я помогал думать. Я помогал слушать аранжировки, стараться снимать всё это, объяснял те методики, которые мне ясны, понятны. И я рассказывал, как нарастить собственную базу, не имея на самом деле собственной базы. Это очень забавно, но теоретический материал я понимаю. Я могу на низкой скорости показать, что и как делается. Развить себя почему-то никогда не хватало усидчивости. Это всегда так, да. Показать это ученику, конечно, да. И у меня есть ученица, которой я очень горжусь, она меня переплюнула, и она вместо меня поступила в джазовый колледж на Ордынке, и там хорошо отучилась у того преподавателя, к которому я мечтал когда-то попасть. Кто это? Баклагин Акадий Юрьевич — это легендарный на московском уровне, на уровне джазовой барабанной подготовки человек. Но это считается топ-1 академический преподаватель. Почему ты перестал играть? Я в какой-то момент стоял на распутье. Какую профессию из двух моих предпочесть? Больше заниматься музыкой и уходить в это. При этом я видел путь, который там вырисовывается. Я, в принципе, зашел в тусовочку к музыкантам, и я понимал, что нужно предпринять, чтобы получать работу в этой сфере. Но при этом у меня всегда был IT. Я отучился в универе на программиста, я работал программистом. Меня постоянно подкармливал фриланс в виде разработки, пока я играл на установки. Просто в какой-то момент перед экономическим кризисом, который предшествовал коронакризису, я все-таки подумал, что... Ну, у меня появилась жена к тому моменту, голова немножечко переключилась, все-таки с таких желаемых классных профессий к чему-то более приземленному, более денежному, наверное. Поскольку все меньше и меньше времени оставалось в музыке, все как-то естественным образом постепенно затихло и отмерло. Меня практически перестали приглашать. Единственная активность, которая оставалась в это время, это рок-н-моп. Ты жалеешь об этом? Ну, есть у тебя что-то внутри такое, что, блин, сейчас был где-нибудь корпоративчик бы новогодний, как бы сейчас шумел бы там. Да, есть. Бывает? Немножко такого, безусловно. Ну, нельзя все время так жить, постоянно пытаясь себя грызть за то, чего могло бы быть, но не стало. Ты просто делаешь выбор, и уже со слагательного наклонения нет. Может быть, играя корпорат, и зашибая на этом те же самые деньги, я бы просто каждые выходные умирал и думал, а вот был бы я программист, он сидел бы с белым воротничком в офисе и писал бы код. Или где-нибудь на Мальдивах. Например, да. За ноутбуком. Сейчас я работаю, в принципе, в удаленной, могу жить в любой точке планеты, просто, ну, выбираю то, что выбираю. И это тоже хорошая возможность, и, например, коронакризис показал, что это, наверное, был все-таки правильный выбор, ну, по крайней мере, с материальной точки зрения. То есть, будучи музыкантом, ты просто точно проседал, когда никаких оффлайн-мероприятий. Я, наверное, неправильно тебе сказал, не жалеешь ли, наверное, а скучаешь ли ты по тем временам все-таки? Да, потому что в какой-то момент у меня получалось органично расти и в той профессии, и в той. Я довольно много играл и довольно немало создавал каких-то веб-продуктов. Это было классно. Мне казалось, что на двух табуретках вполне можно усидеть. Но со временем понял, что это очень тяжело, табуретки разъезжаются, и ты в неловкой ситуации оказываешься. Давай поговорим о том периоде, когда ты упорно играл. Был участником некого мероприятия, которое проходило несколько лет, по-моему, подряд, да, в парке Горького в Москве. Как вообще пришла тебе идея? Как туда попал? Идея была не моя, но это была, так скажем, группа равноценных энтузиастов, чтобы это не было рекламой. Но все-таки в какой-то момент ребята, которые делали некое такое клубно-партнерское реферальное решение под названием «Музыканты Москвы», а потом «Музыканты России», они собирали некие тусовочки в барах Москвы изредка. К этим тусовочкам подключались ребята, которые заведуют хайгейной музыкомиссионкой, немалоизвестный магазин на Волгоградке, он же «Рэп Студия». И основные организаторы оттуда подсмотрели на YouTube ролик «Rockin' Thousand», чтобы без понтов «Rockin' Тыща», где не соврать бы в Италии, мне кажется. Это их миллион, мне кажется, уже было в каких странах. Но это был самый, наверное, засвеченный такой массовый флешмоб с музыкантами. Причем это было оформлено как акция. Несколько сотен человек, очень хорошо подготовленные, соркестрованные, классно с точки зрения продакшена сделанный ролик, играют песню «Foo Fighters» и они это оформили как посыл к самим «Foo Fighters», вы никогда не были в нашей стране, приезжайте, пожалуйста, у вас куча фанатов, дайте нам Open Air, и что самое классное, это сработало, и через годик или два к ним приехали «Foo Fighters» и сделали там мощный концерт. Мы посмотрели на этот ролик и очень загорелись, и как-то нашлись активисты, среди которых был я, который поднял руку и сказал «Это круто, это классно, давайте это сделаем, я готов взять на себя организацию по барабанщикам». И мы стали делать это мероприятие, стали примерно придумывать формат, как это может выглядеть, придумали название этому «Rock'n'Mob», подготовили всего лишь один трек «Muse Starlight». для того, чтобы сыграть его в «Парке Горького», примерно в том же формате, с десяточек установок, несколько десяточков гитаристов, бас-гитаристов, клавишников, мне почему-то в голове заиграла эта мелодия. Это было крайне романтично, это было классное приключение, мы жутко упоролись по организации, но... Оно того стоило? Оно того стоило, хотя бы по эмоциям вложенным, и как бы тогда я занимался музыкой, это был очень хороший вклад в, ну, само пиар, будем честными, да, и это тоже было крайне развивающе, это развило и причем коммуникацию тоже, потому что на самом деле на бэкграунде урокенмоба очень большая работа по подготовке, тебе нужно скоординировать всех участников, у барабанщиков это особенно сложная история, потому что стаффа у нас 2,5 тонны в среднем, все хотят притащить все свое топовое, машина ни у кого не оказывается, или у тебя площадка такая, что аппарат тащить просто неистово далеко, по каким-нибудь холмам, буерокам и брусчатке, это специфика есть, и это очень сильно тебя разряжает, но... как-то на альтруизме, на вот этих вот чувствах это все удавалось пересилить. У большинства, к сожалению, самобытных таких музыкантов есть желание показать максимум всего, на что они способны. Фигня, снимайте, да, чай вам тут. Отойди, чай покажи. Да, да, да. Да, конечно же, на рок-н-мобе нельзя этого допускать, потому что ты играешь оркестром, эффект хора, если каждый будет поливать мелкими нотами, это будет абсолютная каша. Каша, конечно. Нужно максимально выровнять партию, и местами даже ее упростить, для того, чтобы в каких-то мелких местах не было... Сыграли все. Не было косячков, чтобы, да, вы играли как один. Есть некоторая неровность, и это прекрасно, в этом есть как бы вот этот живой звук рок-н-моба. Некоторая неровность существует, но партия должна быть плюс-минус одинаковая, и есть ребята, которые просто там, например, не гребут ту партию, которая есть, тебе нужно ее упростить так, чтобы не было тех деталей, которые противоречат основной линии. На первом рок-н-мобе у нас было много подготовки на самом хайгене, на репетиционной базе. Далее было уже больше онлайна. Народ присылал нам демозаписи, мы оценивали, как-то корректировали, правили, и иногда даже не встречались с участниками до самого Дня флешмара. Трясло тебя в первый раз? Волновался дико? Да, это было, потому что мы не ожидали ажиотажа. Мы собрались... У нас была согласована вот эта танцплощадка деревянная под Андреевским мостом в парке Горького. Площадка не очень большая, и над ней... Она как амфитеатр. Над ней идет набережная. Там случилось большое столпотворение народа. Было довольно много камер, довольно много, в принципе, внимания. И это было ответственно. Мы в тот момент мало понимали, как все это скоординировать. Как заставить оркестр играть вместе. Мы, в общем, экспериментировали с разными практиками. Включить клик, не включить клик. Наоборот, ориентироваться друг на друга. Выделить по одному главному, например, инструменталисту среди гитаристов, басистов, романщиков, клавишников. Или, наоборот, играть вместе одной пачкой. То есть вопросов очень много, и их приходилось интерактивно во время первого мероприятия решать. На ходу. Ну, ты как организатор сам участвовал. Да, я участвовал и как исполнитель тоже. Каждый рок-н-моб, который я координировал, я на нем еще и играл. Ну, это такой небольшой профит, небольшая подзарядка. Мне кажется, если при этом не играть, можно просто... Это надо самому прожить этот момент, да? То есть не просто как всем дал задание и стоишь, смотришь. А когда ты сам в этом участвуешь, конечно, другие эмоции. Да, на данный момент я готов как бы чисто эту координацию, организацию и менторство взять. Но в тот момент очень хотелось исполнять со всеми тоже, быть на этой волне. И я думаю, это хорошо. Это больше сказалось на моей мотивации и вовреченности. Ну, ты сейчас в этом принимаешь участие? Сейчас я в этом не участвую, но осенью грядет мероприятие в Москве. Возможно, я подключусь именно к организации и координации. Был ли такое, что после на продакшене вы садились такие, блин, ну такая чушь получилась вообще? Конечно. Я не знаю, секретик это или нет. Иногда за рок-н-мобом мы дописывали какие-то партии, которые по техническим причинам не удалось снять на месте. Я думаю, любой постпродакшен такое подразумевает. И я думаю, что это нормально. Живой звук не всегда может получиться таким, на который ты рассчитываешь. И чтобы был все-таки некоторый вау-эффект от исполнения. Кое-что приходилось дозаписывать, но при этом очень важно не потерять атмосферу вот этого живого оркестра. Из нюхты каких музыкантов, будем честными, которые нет-нет, да и ляпают. В этом тоже есть своя изюминка. Андрей, давай вернемся в Серпхов и поговорим о тех коллективах, в которых ты принимал непосредственно свое участие. Группа Панацея. Как ты попал в этот коллектив? Ну, собственно, как я и говорил, у нас был Леша Чебисов, гитарист из Портвино, который в какой-то момент перебрался в Серпуховские коллективы и за этим подтянул и меня. Так я оказался в группе Панацея. На тот момент ее состав был от Женя Перетрухин, известный как Петрович, Слава Маламуш в качестве вокала, и мы с Лешей гитара и барабаны. И это был для меня первый серьезный опыт группы, которая, ну, прям живет с какими-то амбициями, которая пытается делать записи, которая концертирует на местном масштабе, ну, довольно много, борется на фестивалях за какие-то призы. И это был первый коллектив, в котором все были очень даже замотивированы жить, существовать и нести со своим материалом что-то, что заслуживает внимания зрителей, даже слушателя. Какие вообще были планы у коллектива? Чего вы добились в свое время? Планы были, конечно же, далеко идущие. Ну, мы поняли, что хардроку место на фестивалях, и поэтому ломились на местную рок-дашковку, участвовали каждый год. В один год нам удалось эту рок-дашковку победить. И мы поехали в Иваново на рок-февраль, то есть у панацеи даже зарождалась гастрольная деятельность. Это было очень занятно. Приз за победу в конкурсе рок-дашковка составлял 10 тысяч рублей, и их мы потратили на то, что выкупили этот замечательный малый барабан у предыдущего барабанщика группы Панацея. Этот барабан вообще очень легендарен в городе Серпухов, он немало походил по рукам, и каждый, кто его продавал, впоследствии жалел об этом, поэтому я последний у кого остался на руках. Почему панацеей пришел, капут? Капут, панацея? Ну, капут — некрасивое слово. Почему панацея перестала свое существование? В какой-то момент возникли идеологические разногласия, я бы назвал это так. Коллектив видоизменился, новый состав, наверное, просто не прижился так же живо в тот же материал. Почему-то мы не очень стремились написать новый материал, мы очень держались за те песни, которые были созданы и ранее, и доработаны этим коллективом, и получилась такая драма одного альбома, потому что мы наработали материал, достаточный для записи одного альбома, сделали записи нескольких песен, и мы оттолкнуться и отпрыгнуть от этого в следующий материал, подходящий под текущий коллектив, как-то не смогли. Может быть, потерялась в какой-то момент мотивация, как-то не нашлось такого же настроя внутри коллектива в обновленном составе, поэтому постепенно это все сошло на нет. Что было после Панацеи? После Панацеи, мне кажется, было какое-то затишье, и я, окончательно перебравшись в Москву, принял фокус на коллективы, которые существовали там. В Москве стали появляться кавер-бенды, в которые я вовлечен, и было несколько авторских коллективов, куда меня звали, прям вот буквально поработать, но там что-то не взлетало. В какой-то момент меня немножечко вернуло в серпухов, и появился нектар и яд. Когда не видно в сердце лучей, Через лучших родиней, Огрожает стеканой пустыней степень, Он танцует при полной луне, Танцует при полной луне, Танцует при полной луне, Танцует при полной луне. Честно говоря, не помню, как мы нашли этот коннект, но Паша Кулаков, с которым мы не были, по-моему, знакомы на тот момент практически, разве что номинально, Паша Кулаков, которого я знал как участника Grizzlies Pose, который может писать довольно вкусный, интересный гранж, и все это, он меня приглашает в коллектив. А тут совершенно другой Паша получается. А тут другой Паша, тут другая музыка, там чувствуется вот привкус Сиэтла, но это 12-струнка, это куча эффектов. Эффектов, да. Большой педалборд. Да, это что-то совершенно новое, это мне было интересно, прежде всего, с музыкальной точки зрения. Это была свежая, интересная для меня музыка, и это был интересный технический челлендж, потому что это тот коллектив, в котором нужда игры под клик возникла прям капитально. С первого дня. Потому что это синхрон по миди-клику, это эффекты Паши, которые завязаны на время, это плейбеки иногда, и здесь начались интересные истории. И ты как барабанщик, наверное, перерождаешься, когда учишься играть под клик. По-новой. Да, если у тебя был до этого опыт вот такой сапожной игры, вот так вот друг в друга. Ну, то есть, ну, будем честными, наверное, на уровне провинциальных музыкантов клик, наверное, даже более, опасен, потому что у нас в Сербахове встречаются ребята, которые играют в клик, и только в клик, а народ рядом, как-то рядом. Мы постоянно старались записать самый плодовитый на материал, потому что Паша генерировал новые песни. Он ложился спать и придумал, просыпался с новой песней. Да, он мог на каждую репетицию принести новый материал, и мы его аранжировали. Всё упиралось чисто в скорость осваивания всего этого. То есть, у нас был трек-лист за, наверное, полгода, накидан на 20 с плюсом песен, и мы спокойно могли N-часовой концерт любой закрыть. Для меня это уникальная плодовитость, и это на самом деле заставляет тебя очень разносторонне смотреть, чтобы материал был не похож один трек на другой, стараться применять больше решений по аранжировке, больше каких-то стилистических штук затронуть. Это очень раскачивающий, очень развивающая была история. Я считаю, мы все подросли за это время, а Паша, он как был на каком-то недосягаемом композиционном уровне, так он где-то там вот сейчас и пребывает. Вы были самой технически подкованной группой, то есть, когда вытаскивали вот эти педалборды, кучу проводов, коммуникации у вас. Я, ну, как бы, в те моменты ещё помню, что вы какой-то звучок пробуете, если он вам не нравился, вы тут же продавали что-то новое, покупали, и у Паши постоянно менялись на педалборде вот эти... Паша просто, он как жонглер с педалборами, да. Это было что-то, и причём он очень быстро всё это осваивает. Он очень классно умеет вот там пляски ногами устраивать, на ходу всё это поправлять. Я бы сказал, что мы, наверное, не самые технически подкованные, но самые технически снаряжённые тогда команды, да, были. Но это была очень большая проблема, тащить на местную сцену, слабо подготовленную для таких мелочей и нюансов, тащить такое количество стаффы, эффектов, и причём и всё пространство было заложено у него в борде. То есть на пульте нужно было умудриться ревера накрутить примерно нисколько. гитара была очень воздушная сама по себе, это действительно была большая проблема на живых выступлениях. Могла возникнуть просто в зависимости от площадки каша из эффектов, невероятные ревера хвосты с 3 километра, и это довольно сомнительно, я думаю, слушалось местами. Почему ты ушёл из коллектива? Не то чтобы я ушёл из коллектива, хотя, ну, в какой-то момент, опять же, фокус просто переместился сильно в Москву, и я понимал, что ради, там, двух часов репетиции, например, я трачу ещё два на дорогу, ещё два на дорогу обратно, это вылилось в довольно большой квест. Приоритет был сильно на работе, в какой-то степени даже на выживании материальном, и я был не способен тащить такое количество времени для музыки, и как раз, ну, просто в какой-то момент довольно трезво пообщались, посмотрели на всё это, поняли, что, может быть, чуть-чуть перемудрили с деятельностью по записи, как раз на чём-то подзастряли, а у Паши, как бы, конвейер не должен останавливаться никогда. Я говорил об этой плодовитости, то есть, если мы чуть-чуть тормозили, чуть меньше репетиции, чуть меньше записи, и особенно, там, какие-то тормоза на сведении, всё, система ломалась, Паша летел кубарем просто через... Нет, неправильно. Паша летел локомотивом через всё это, сминал и ехал дальше с акустическим материалом. Он не мог останавливаться, то есть, его не могло ничего тормозить, а я притормаживал. Наверное, как-то поэтому... Просто... Просто в какой-то момент захотелось, наверное, переключить формат коллектива, и Паше, наверное, захотелось не зависеть от прочих музыкантов в такой мере. Ну, после того, как ваши пути разошлись, как ты дальше стал заниматься музыкой? Что ты делал? Или ты всё-таки прямо вот окунулся сразу с головой в работу? Ну, да, я начинал окунаться в IT-работу уже просто с головой. Я понимал, что довольно много времени продолбанные часики тикают. То есть, опять же, нужно догонять себя как профессионала, востребованного на рынке, и в IT, и в музыке. Всё довольно быстро у нас сейчас в стране прогрессирует. И если ты годик не занимался этим, ну, всерьёз, не какие-то шабашки левые, а прям вот профессиональные, чётко, ты много чего упустил. Я заходил, конечно же, в работу, возвращался, чтобы более активно именно быть востребованным и крутым в программировании, насколько я могу. Но оставалось немножечко каверовой активности в Москве, оставались ученики в Москве, и у меня был ещё один интересный довольно этап, который можно подсветить. Я ездил несколько смен преподавать в детский музыкальный лагерь, рок-лагерь. Это был очень интересный опыт. Ты на две недели просто окунаешься целиком и полностью из своей цивилизованной жизни в жизнь пионерлагеря, и занимаешься с детьми. А это очень крутой опыт, потому что если ты не можешь ребёнку объяснить чего-то, то ты не можешь вообще ничего объяснить, никому. И ты не понимаешь, значит, каких-то базовых вещей. И там был очень интересный челлендж в том, что у тебя двухнедельная смена, детишки приезжают совершенно разного уровня. Кто-то играет как Боженька, кто-то круче тебя наваливает, но ещё не осознаёт этого, например. Кто-то... Палки ему не подпиливаю ночью. Чтобы он как Боженька не играл. Хорошо. Надо подкинуть ребятам, которые сейчас в лагере. А есть дети, у которых уровень, ну, как бы, начинающий, но они очень увлечены музыкой, поэтому их родители отправили в такой лагерь. И эти дети у тебя должны через 3-4 дня уже играть на концерте в группе. И быть довольно адекватными этому. И в этом плане пригодились навыки мультиинструментализма, все навыки буквально разжёвывания до простейшего подачи сложного материала, как простого, потому что дети тебе приносят слепнот, вот хочу, не могу, и они должны через неделю это сыграть. И ты занимаешься, опять же, переаналенджировкой, ты занимаешься упрощением партий. Ты должен сам сначала быстренько вкурить в материал, потом ребёнку это пояснить. Разобрать с ним это всё. Да, потом группу срастить, ты их полностью сопровождаешь, и на концерте всё, чтобы там прозвучало. Это очень крутой, классный опыт, и вот это у меня происходило тоже пару часов, раз после Нектара Яна. И это был для меня хороший как раз заход в музыкальную тусовку Москвы, потому что ребята все, действительно, Гнесинка и Ордынка, очень крутые, классные музыканты. Я там единственный был как дворник, как бы, ну, под контекст задачи моего уровня хватало, но я ещё и смотрел на ребят и учился очень многому у них, я имею в виду преподов. Давай поговорим о твоём стаффе, то есть расскажи нам историю про этот чудесный барабан. О, да, этот снейр заслуживает отдельной истории. Этот барабан по сей день является собственностью несуществующего коллектива Панацея, Ямаха, Maple Custom Absolute, кленовый, соответственно, собранный в Японии, очень классный, просушенный, на мой взгляд, он очень лёгкий, карно звучащий. Очень лёгкий барабан. Да, это чувствуется. Это действительно тонкая довольно обечайка, это 10 болтов, ну, верх и низ развязан по болтам, ну, то есть, к фурнитуре этого барабана тоже вопросов нет. Он очень классный и он гораздо круче, чем я, поэтому... Он собран в Японии, а ты нет. Если соизмерять как бы уровень барабанщика и уровень его стаффа, то это штука, до которой я, наверное, не дорасту никогда. Дорастёшь. Каждый прошлый её владелец впоследствии жалел о том, что его перепродал, потому что есть очень похожие барабаны берёзовые, но это вообще не торт, кленовый, кастом, Ямахи звучит прям... Продаж? Специфические классы. Почё-почё. Почё-почё-почё. Почё-почё. Да нет, конечно нет. Какой посудой ты пользуешься? У меня была довольно неплохая сборка, ключом которой были зилы серии Авидис. Я ей был очень доволен, но в какой-то момент ко мне круто пристроился знакомый под бочок и начал отчитывать купюры и я как бы подумал, ну раз стафф не работает, у него он точно будет работать. Классная концертная жрёза. Ты тоже пошёл по этому пути. Я встал на скользкую дорожку и я слил накопленные крутые тарелки чуваку, у которого они будут работать. Просто было даже обидно за них. Ну, просто это было какое-то накопительство. Я действительно позволил себе довольно крутого уровня железа, до которого тоже не дорос и как вот Кощей над этим златом сидел. В общем, на данный момент хороший стафф слит, но у меня остался Себиан про серии, который больше не упускает. Очень интересная мягкая тарелка. Очень мягкая. Ей абсолютно не мешает. Можно бутерброд в неё завернуть и всё, да? Вот эта Коцочка ей совершенно не мешает звучать. То есть я щупал такую же новую. Их сейчас в принципе, ну лет 10 уже наверное нет новых. Не путайте серию Pro с серией B8 Pro совершенно разного уровня железки. Этот крэшик XS о нём ничего хорошего не могу сказать. А что ты нам подготовил сегодня? Я попробую изобразить трек группы Royal Blood, который мне очень нравится. это будет некий эксперимент, потому что этот трек я не играл никогда. И вообще последний год я не играл. Но ты специально под наше интервью решил подготовиться. А чё бы и нет. Ну я психанул и подумал, что это довольно интересная звучащая штука, которая не слишком сложная, чтобы не сыграть её при этих условиях. Попробуй. Большущее тебе спасибо, что ты согласился попасть в копилку Крафт-рока. Welcome. Вот, я просто думал согласиться, не согласиться. Вроде давно тебя не слышал, не видел уже. И ты всё-таки согласился и очень быстро к нам приехал. Взять тебе огромнейшее спасибо. Ставьте меня на полку канала, пусть я там тоже буду. Андрей, у нас по традиции Блиц, я тебе задаю пять вопросов, на которые ты отвечаешь особо не задумываясь. Готов? Нет. Давай. Важнее делать музыку, которая нравится тебе или которая нравится публике? А Блиц предполагает длинный ответ тоже. Конечно. Я думаю, что это зависит от цели и задач. Если ты рассматриваешь музыку как профессию, то не исключена ситуация, когда ты подстраиваешься под какие-то модные веяния и так флюенсно делаешь музыку. У нас есть примеры коллектив типа On The Go отечественных, у которых каждый альбом в какой-то новой стилистике. Я думаю, что это именно веяния хайповые. Но для себя, конечно, я же делал бы музыку для себя. С каким бы известным музыкантом тебе хотелось бы поджемить? Да, с каждым первым известным музыкантом мне хотелось бы поджемить. Но если бы ты спросил, какой барабанщик на меня наибольшее влияние оказывает, я бы ответил тебе, что это Бенни Грэд. И в этом плане Коля Максимова, конечно, прям вот такими слюнями обзавидовался, когда узнал, что этот мастер-класс был. Коль, тут с линей кусок целый. Барабанщик. Это серый кардинал или лицо группы? Я считаю, что барабанщик это скорее серый кардинал. Серый кардинал. Пожалуй, да. Это такой очень значимый бэкграунд, конечно, для рок-коллектива. Но мы как барабанщики само собой смотрим на барабанщиков, но довольно редко он оказывается в фокусе внимания. Это такой четкий обслуживающий стафф. Поэтому даннс скорее серый кардинал. Сабин или Зилджин? Зилджин. Зилджин, наверное. Ну и последний вопрос. Почему во всем виноват басист? А нечего. Какой вопрос, такой ответ. Всегда, знаешь, говорят, в группе всегда виноват басист. Кто виноват? Басист или барабанщик. Ну, чаще басист. Я такого не слышу, но я это всегда чувствую. Мне всегда говорили, что во всем виноват басист. Друзья, у нас в гостях был Андрей Плотников. Большое спасибо, что ты нашел в своем рабочем графике для нас время. Приехал, занимался, готовился к этому выпуску. Мы Андрею желаем, чтобы он никогда не бросал свое любимое. свое любимое то, в чем ты очень хорошо преуспел, то, чем ты действительно должен болеть. Это барабаны. Занимайся, мы тебя пригласим еще раз через какое-то количество времени. А вы по традиции подписывайтесь на канал, ставьте лайк, читайте описание под этим роликом. Андрей, спасибо. Спасибо большое. Был рад окунуться в это еще разочек. Смотрим песню. Смотрим песню. Смотрим песню. Смотрим песню. Смотрим песню. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok